Здравствуйте, друзья! Мы находимся в офисе у Светланы Кафф, американского иммиграционного адвоката. И поскольку осталось всего ничего до розыгрыша лотереи грин-карт, правда? Тут уже народ нервничает. Может быть, мы два слова, что делать тем людям, у которых не получилось выиграть. Я знаю, что многие рассчитывают очень, и они уже все в грезах, в мечтах, и вдруг раз такой облом. И давайте разобьем, если человек в это время находится за пределами США, и потом отдельно, если он в стране и тоже ждет. Вот человек живет там, не знаю, Украина, Россия, Беларусь, и вот не получилось. Не получилось выиграть лотерею, не отчаивайтесь. Есть много других вариантов. Самый простой вариант – это получить гостевую визу и хотя бы приехать посмотреть вообще на Америку, если вы здесь раньше не были, и решить, что делать. На месте в Америке вы можете поменять статус на студенческий, иногда на рабочую визу, хотя это довольно сложно по временным ограничениям. Также можно попросить статус беженца, если вы подходите под категорию статуса беженца. Поэтому не расстраивайтесь, если не получилось лотереи. Конечно, всегда можно поиграть в следующем году тоже. А если вы находитесь уже на месте в Соединенных Штатах, то очень важно проверить, когда вы заехали в Соединенные Штаты, то есть когда последний был приезд. Потому что если вас интересует вопрос статуса беженца, то желательно все делать вовремя и подать документы на статус беженца в течение года с момента приезда. Если вы еще находитесь на гостевой визе, у вас еще есть шанс поменять на студенческую визу, если вас интересует учеба, допустим, изучение английского или хотите по специальности поучиться. Но в любом случае не отчаивайтесь, есть другие варианты. Но по студенческой можно аджастмент сделать прямо в США, не выезжая. Потому что одно время они требовали, чтобы люди выехали. Да, по студенческой это не аджастмент, это называется смена статуса, change of status, да. Аджастмент – это когда, этот термин используется, когда получаешь грин-карту в Соединенных Штатах. Называется аджастментов статус, да. На студенческую очень популярно стало менять прямо на месте статус, когда человек приезжает по гостевой, то есть туристической. Или если человек приезжает, допустим, по J-визе, как мы в офисе, поэтому периодически кто-то звонит. По J-визе, если человек приехал, например, в Work and Travel, очень популярно на 3-4 месяца приезжают студенты поработать, поучиться. И часто меняют с J-визы на F-визу. Или с B1, B2 тоже меняют на F-визу, не выезжая из Америки. — Если мы, знаете, что, отвечая на вопрос о тех огорчениях и надеждах, рушащихся в связи с невыигрышем в лотерею, с точки зрения вероятности решения этого иммиграционного вопроса другим путём, можно сказать, что на самом деле, если человек как-то настроен на то, чтобы оказаться в США, и так легитимно, и так далее, то, в общем-то, может быть, ему и гораздо легче, в случае вероятности, гораздо выше вероятность того, что он это сделает другим путём, не через лотерею, например. Понятно, что лотерея, вроде сидел дома, и вот на тебе, скатерть-самобранка. — Ну да, в лотерею иногда люди просто участвуют, потому что участвуют, или предлагают родственники или друзья внести их информацию в систему, так как всего это один месяц в году делается, поэтому многие люди принимают участие, даже не планируют уезжать. А те, кто очень хотят уехать, к сожалению, не выигрывают лотерею. Ну да, если задаться задачей остаться в Штатах, то, в принципе, больше 90% шанс можно найти вариант, как остаться. Главное попасть в страну, а если... Ну, как бы главное попасть в страну, да. Если человек хочет получить статус беженца, то проще всего попасть в страну по туристической визе. Но если есть другие варианты, например, открыть филиал бизнеса, инвестицию какую-то сделать или учиться приехать, тогда иногда эти визы проще получить, чем туристические. Поэтому при желании можно найти вариант, как приехать и остаться. В развитии темы выигрыша. Вот человек выиграл, а потом пошел на интервью, и консул ему отказал. Бывает же так? Бывает. Вопрос. Существует ли практика в случае отрицательного решения консула обжаловать его? Можно написать письмо, прошение пересмотреть заявление. То есть должна быть причина, по которой отказали человеку в гринкарте. Там будет не такая же причина, как отказ в гостевой визе, потому что самая популярная причина отказа в гостевой туристической визе – это иммиграционные намерения. А если человек идет получать визу иммиграционную после выигрыша гринкарты, тогда, естественно, это не проблема. Иммиграционные намерения – это именно повод для… как бы вся причина, почему человек пришел на собеседование, то есть какая может быть причина отказа? Причина отказа может быть уголовное прошлое, может быть очень часто это бывает какие-то несовпадения в информации. Например, когда человек обвиняет, что дали неправдивую информацию, когда раньше подавали на туристическую визу, или когда играли в лотерею, и какой-то обман присутствовал. По этой причине могут отказать, и если правильно все объяснить, то есть если найти зацепку, как это все объяснить, логическое объяснение этому, то с помощью адвоката можно подать на пересмотрение дела, то есть в письменном виде. Обычно, если я кому-то помогаю, то я из Штатов пишу, обжалую это заявление на гринкарту, я могу это отправить по электронной почте, иногда по простой почте. Но вы не можете, как американский адвокат, обратиться в американский суд, чтобы они поправили заблудившегося консула? Нет, потому что юрисдикция только в американском консульстве, в том месте, где человек проходил собеседование, поэтому мы напрямую пишем им. И бывают случаи, когда мы выигрываем эту апелляцию. То есть есть такое? Угу. Ну хорошо, это приятно знать, потому что на самом деле, когда ты жалуешься тому, кто что-то сделал на него же, то как бы поди знай. Дело в том, что когда человек идет на собеседование, то 99% он идет без адвоката. И 100% случаев идет без адвоката. Поэтому я работаю регулярно с американскими посольствами в разных странах, но особенно в странах бывшего Советского Союза. Поэтому они в посольстве любят, когда с ними адвокаты общаются и периодически идут навстречу. То есть они довольно уважительно относятся. А, я, честно говоря, ожидал, что они говорят, они скажут, ах ты богатенький, значит, адвоката нанял, напугать нас хочешь, там нервы потрепать. Нет, они довольно вежливо общаются и довольно быстро отвечают на запрос. Ну отлично, отлично, очень приятно. Вот вопрос такой, знаете, к первой части нашей беседы. Вот спрашивают, существуют ли пути легализации при незаконном пересечении мексиканской границы с последующим прошением политического убежища? Вот человек говорит, я тут вот в стране без документов, без ничего, меня там пацаны перевели через там Рио-Гранде, вот, и вот я сдаюсь властям, прошу убежище. А подача на статус беженца, как это ни странно, не зависит от того, как вы пересекли границу, легально или нелегально, точно такие же права у тех, кто пересек нелегально, попросить статус беженца. То есть, грубо говоря так, если вам не дают туристическую визу в Соединенные Штаты, берите визу в Мексику, и уже там ищите возможность пересечь. Если честно, я такое не рекомендую делать, потому что это довольно опасно, и могут посадить тюрьму, могут не пропустить в Америку. Дело в том, что нет такого пути, который построен таким образом, чтобы попросить статус беженца на границе. Что происходит, это если вы пытаетесь нелегально ее пересечь, и вас поймали, вы тогда в свою защиту просите, чтобы вас не выгоняли. Но попросить первоначально статус беженца, нет никакого пути, и нет работников иммиграционных, которые готовы это заявление принять. Поэтому нужно себя поставить в реальную опасность перед тем, как кто-то захочет вас выгнать или арестовать. То есть на самом деле я не рекомендую именно эту стратегию выбирать. Тут говорят, что на самом деле это далеко не безопасно с точки зрения общения с этими людьми, которые занимаются этим переводом через границу, там могут и убить, и изнасиловать, и деньги отнять. Акраве, да, и можно пропасть куда-то без вести. Поэтому люди, когда задают этот вопрос, а что если я с несовершеннолетним ребенком поеду, нас отдельно в разную тюрьму посадят, то есть кто-то задавал такой вопрос, я вам не рекомендую идти на такие жертвы, потому что это может все очень плохо закончиться. Поэтому все же лучше пытаться... Самый лучший вариант получить туристическую визу, если ее не дают, это съездить в какую-нибудь другую страну или две и получить штампы в паспорте. Я вижу письма иногда, говорят, я бы съездил, там адвокаты советуют, но говорят, вот у меня даже в Европу съездить, там надо три года копить, там один раз, только для того, чтобы потом получить там американскую визу. То есть бывают люди просто совсем денег. Но это проблема, и когда я консультирую людей, то есть если у них такая ситуация, я их спрашиваю, у вас есть возможность, финансовое время и финансовая возможность куда-то съездить до Америки? А если ответа нет, на самом деле это проблематично. Даже если бы человек получил туристическую визу, он тоже не сможет приехать в Штаты абсолютно с нулевыми сбережениями. Потому что это тоже непросто. Если нет заранее обговоренной работы. Это правда, это очень риск большой без денег совсем. А вот такой вопрос тут человек задает. Он, грубо говоря, так, он находится в подаче на политическое убежище, а там у него был друг какой-то, он его там, не знаю, за рюмкой, без рюмки, он ему рассказал, что у него за история. А такое ощущение, что он даже, может быть, дал ее, человеке не в написанном виде, потому что тот эту историю просто скопировал и сам подал тоже без адвоката, а не вот, видимо, оба так. И через две недели после этого вот он спрашивает первое, может ли мне как-то навредить то обстоятельство, что другой человек подаст практически копию моей истории. Скопированы целые абзацы. И у меня, говорит, всякие доказательства есть, у него доказательств нет, но вот может ли мне это навредить? Я знаю, что вы где-то сталкивались с такой штукой в жизни, да? Да. Ну, в моем опыте были такие случаи. И это правда, что иммиграционная служба, то есть вот этот целый департамент, который проводит собеседование на статус беженца, федеральная вся система, у них в базе данных сохраняются истории, которые люди подавали. И они на самом деле сравнивают истории людей из того же самого города по той же самой категории. Например, если человек выбирает линию политики и говорит о том, что я там был на таких-то, таких-то митингах, такие-то люди были со мной и так далее, и со мной произошли вот эти случаи. Если полностью скопировать историю, то есть шанс, что будет проблема у одного и второго, но автоматически статус не заберут. Поэтому, если этот человек подставил своего друга, тогда тому, у кого украли эту историю, придется рассказать все же свою историю. И если потом его поставят перед фактом, что кто-то эту историю списал, нужно будет доказывать, кто прав и кто виноват. Ну, то есть неприятности могут быть. Могут быть, но не 100%. Вот он дальше задает два вопроса, которые мне, кажется, немножко волнуются. Вопрос, как я могу привлечь этого человека к ответственности конкретно по этому эпизоду? Я на самом деле, даже не знаю, стоит ли отвечать. Он не знает, кто чего подал, как он может знать и привлекать к ответственности. У него ничего нет. сам человек или даже эмиграционный адвокат не будет никого привлекать к ответственности. То есть этим занимается противоположная сторона. То есть государство, прокурор эмиграционный. Поэтому, ну, если кто-то хочет кому-то навредить, то максимум, что они могут сделать, это написать жалобу в эмиграционную службу. Но конкретно я этим не занимаюсь. То есть я помогаю людям остаться, а не наоборот. Как мне в будущем защититься от его возможных лживых заявлений в отношении меня и моей истории? То есть я так понял, если начнется разборка, кто у кого украл, вот как мне защититься от того, что вот скажут, что-то я у него украл? Ну, во-первых, шанс, что это произойдет, я думаю, не очень велик. И, знаете, вы не можете защититься от того, что будут делать другие люди. Поэтому, к сожалению, нельзя, нельзя предотвратить какие-то глупые или пакостные, можно сказать, такие акты, которые могут совершить другие люди. Поэтому, если вдруг это произойдет, нужно тогда будет, может быть, даже брать адвоката, чтобы доказывать свою правоту. Но я бы за это не волновалась, пока это не произошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok